Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сразу напомню, что 5 апреля в Кальяной Мята Лаунж по адресу Страстной Бульвар 11 в 7 часов стартанет дегустация этого табака Так что приходите, попробуйте и сделайте свои ебучие выводы И поэтому пока есть мне непонятному табаку Теперь давайте пройдемся по фактам Упаковка есть, а внутри все довольно-таки прикольно Как курица я попозже расскажу Ценовая категория 1300 за 200 грамм Вроде бы нихуево 1300 за 200 грамм табака Но пока есть непонятно, что это вообще за табак и что это такое Далее Как утверждает сам производитель Типа там нихуя нет жидкого никотина и все остальное Но мы, блядь, то прекрасно знаем, что сейчас табак без жидкого никотина Это как будто единорог в сказке про, блядь, Снегурочку, да? Хуй его знает Как бы, ну, блядь, нету такой хуйни Чтобы табак был полностью без жидкого никотина Он как бы есть, возможно А возможно его и реально нет А и ребята супермаги там Хогвартса И мутят свою магию, блядь, вне Хогвартса Табак, как заявляет производитель, сделан из чистого крепкого бёрли Который разрешен для изготовления табака на территории США Вот так вот там красиво написано Использует очень крутые аромки Ну, это я сейчас все зачитываю То, что мне прислал производитель, да? Как бы, как он вообще все это видит Он говорит, что табак крутой и все остальное хуйня на этом рынке И говорит, что он специально сделал Антона сосками закрашенными Потому что он, типа, не мужик И ему соски, бля, мужские полить нельзя Поэтому сиськи ему закрасили, как баби Вот так Что касается такой темы Что я сейчас просто, ну, блядь, я как бы слежу за всеми этими трендами Хуйендами, что вообще происходит на рынке, да? Мне уже, блядь, человек, наверное, пять написало И спросили, да, вот А, типа, это правда, что табак хайп это проект Антона и Хука Плейса? Нет, блядь, неправда А, возможно, и правда Просто меня красиво наебали И все это красиво завуалировали Возможно, и такое Но, как бы, и утверждать не могу И отрицать не могу Поэтому, как бы, есть хайп, блядь, и его на рынке достаточно, да? Как бы, больше не надо Спасибо, блядь Так, давайте я сейчас все это уроню Вот так И давайте начнем разбирать А, кстати, да Милф у меня пустой А, Милф я весь выкурил Потому что это, блядь Милф самый топовый вкус, который вообще есть, блядь А, давайте А, кстати, также производитель уверяет Что курить все это нужно на фанглах Фанглах То есть на глазурированных фанглах А, хороший глазурированный фангл У меня только от Альпаки Это американская компания Он ее подарил на выставке А, очень приятно Спасибо, блядь Так вот Давайте же все-таки смотреть Что это, блядь, такое Пройдемся по пачке Пачка крутая Бля, мне нравится Пачка, она такая вся В стикер, в стикер бум такой А, нихуево поработал дизайнер Все название, форма А, А, Фром Сибирька Уайт Лофф и Сибирь с любовью, да Все это есть А, что нас ждет Внутри этого пакета А, внутри Я уже открывал просто Перебивочки снимал Внутри этого пакета Нас ждет этот пакет А, внутри этого пакета Нас ждет этот пакет Ебаная сука Матрешка, да Но, не суть Этот пакет тоже очень полезный И он очень, тоже круто Как бы в минимале Исполнен хайп Табак для коляна Продажа несовершеннолетним Запрещено Курение убивает Далее, на обратной стороне Курение вызывает импотенцию Это тоже такой маленький намек На то, что Антон все-таки Как бы, ну Далее Состав Табак, сахарный сироп Патока, глицерин Ароматизатор Идентичный натуральному Претензии по качеству Принимаются изготовителям ООО Десерт Город Новосибирск Срок годности не ограничен Хранить в темном и прохладном месте В настоящее время Не существует Айсо И, ну Айсо То есть, шкала вот эта Или других международных Принанных методов Определения смол и никотина В табаке для кальяна Собственно Внутри этого пакета Есть вот такой вот Черный пакет Классика Дарксайда А здесь есть также Надрывщик Который удобно Вот так вот сорвать Все очень герметично Хорошо Но Ребята и подумали о том Чтобы выезд С комфортом Как бы все делали Внутри этого пакета Есть еще один пакет Да Good stuff Да, как бы Здесь есть Вот такая вот Перчаточка И Вилка из доширака То есть Я перчатку сейчас Сразу одену Как бы Да, блядь А Какой я Какой Так Я все-таки Правша Я все-таки Предпочитаю Правую Привет Тимати Привет Блэкстару Как бы Они реально Задели всех Бля У меня Пальцы Лишние Что ли Или Че А Все Понял Завернулась Перчатка Вот так Да И есть Собственно Вилочка Есть перчатка Есть вилочка На самом деле Я считаю Это диким бредом Люди Которые Забивают Табак Перчатками Блядь Да вы Отстой Ребят Либо ты Трогаешь Табак Руками И пачкаешься Либо ты Его не трогаешь И трогаешь Либо шилом Либо вилкой Но никак Не перчаткой Блядь Это же Гандон на руке Это реально Как гандон На руке Так Давайте Собственно Я сейчас Быстро Это все Забью Вкус у нас Не Этот вкус Забивать не буду Я его оставлю Я забью Где здесь Очень прикольный Вкус есть Не ремпы Садаманго Садаманго Я забью Сейчас Садаманго И потом Мы поговорим О разных вкусах Которые есть В этом табаке А также Что мне не нравится Это как они Распределяют Это по пакету Потому что Если брать По надрыву То да Ты отрываешь табак И это по-любому Все вывалится Мне это не очень нравится Как бы Поэтому я вот так Как-нибудь Аккуратненько Сейчас возьму И попробую Это все Открыть Табак По консистенции Очень похож на Танж Он такой же Плотный Он не сильно Влажный Не сильно Липкий Как бы Ну Блядь Как будто Младенца Блядь Сдаиваем Давайте Мы забьем Этот вкус Нашу альпаку Так Вилочкой С гондоном В руке Все как положено Табак Табак у нас Не менструальный Он не текет Сильно И соответственно Не Короче не приносит Всяких разочарований В виде того Что Это все Подтекло Все не так Как ты хотел То есть табак Не ПМС Назовем это так Так Я сейчас все уберу Так Сейчас мы Это все Заровняем Этот табак Я курил На дегустации Как я уже говорил И потом Я этот табак Прокуривал В Москве Связана ли Эта разница С климатом Либо все таки Промо продукция И масс маркет Тоже играют роль Непонятно Но в Москве Я ее Прокуривал На Пятидырой Чашечке И Мне было Его очень Очень сложно Курить Он очень Был крепким Очень сильно Давил по горлу И был Очень тяжелый Возможно Это связано Как я и говорил С тем Что С тем Что все таки Да Под него Наверное Лучше использовать Фанулы Потому что На них Как бы Курение мягче И табак Раскрывается Не так Не так сильно Как допустим На тех же Глиняных Пятидырах Чашках Так Мы сейчас Загрузим Его Углями И поставим На нашу Чашечку Греться Так Пускай Греется Теперь Давайте Собственно Разбираться По вкусам На данный Момент Доступно Семь Масс Маркетовых Вкусов Это Садо Манго Который Мы сейчас Забили Если кто-то Курил Манго От ВТО То Это Тот же Самый Вкус Та же Самая В принципе Ароматика Максимально Зеленый Манго Прям Идентичный Вкус Натуральному Прям Вот Натуральное Такое Кислое Терпкое Манго Да Не как Допустим У Дарксайда Сладко Искусственно Подслащенное Манго Да Такое Более Как бы Не Настоящее Более Мультяшное Такое Вкус Как бы Искусственный То Здесь Прям Вот Искус Максимально Настоящий Настоящий Рэмпэдж Этот вкус Мне не понравился Ни на выставке Он мне не понравился Ни в Москве Вкус Довольно Такий Такой Непонятный И все Остальное Ананас Ананас Очень Хорош Вкус Допустим Назовем это так Не будем Брать его внимание Так как он Крепко курица Так как он Бьет по горлу И все остальное Вот возьмем только лишь Ароматику То да Он очень Хороший Ананас Но при этом Есть схожисти С Пайнстаром И вот эта Химота Какая-то Которая бьет И не совсем Круто Как бы Блять Ну Ананас вообще Ненавижу Ни у кого Кроме Арджелине Наверное И Веге Так Майбатл То есть Блять Ну Названия Конечно же Крутые Да Ребят Названия Крутые Ничего не скажешь Это Кока-кола Это Кока-кола Которая Очень похожа На настоящую Кока-колу Которая Курить не очень Приятно И чуть-чуть Похожа На желейных На желешных Вот этих Миша Кока-колы Да То есть Мармеладки Но при этом Тоже Кола Мне не очень Так сильно Зашла Она какая-то Ну Либо Вы уже сделали Либо Как настоящую Кока-колу Да Вот Приторную Подтаившим Льдом Макдональдская Разливная Либо уже Вот Мармеладную Максимально Кисмай Ай Лед в моей Жопе Не в моей Как бы Ну вкус так Называется Да А это Альтернатива Суперновой И причем Она реально Морозит И она прям Реально холодная То есть То же самое Что и было Как Супернова Которая Только-только Вот появилась На рынке И когда она Прям морозила Морозила Сейчас Супернова Нихуя не морозит Вообще Это просто Вкус какой-то Мяты И она Ну Минут на 10-15 А здесь Как бы вроде Все пока нормально Садаманго Ну Садаманго Персик Очень крутой Очень крутой Персик Дабл Пич Бич То что здесь Двойной персик Как бы непонятно Обычный персик Обычный Хороший Персик С хорошей Приятной Ароматикой Курица Тоже довольно-таки Хорошо Милф Как вы поняли Я его давно Уже скурил Это такой Молочный пирог Именно с кондитерской Ноткой Как будто В него Помололи Печенек Это наверное Самый лучший Вкус У этого табака Это Милф Милф Да Так Давайте проверим Что у нас Там прогрелось Нет Я не знаю Сейчас это будет Куриться Я в принципе На таких чашках Еще не курил И не знаю Что из этого Выйдет Саню очень Саню Ну ахули Очень напрягло То что он Изображен На пачке Я честно Не знаю Что здесь Может быть Такого Тебя братан Изобразили На табаке Причем Как бы ну Не просто Твою рожу На каком-то Ебаном пакете Конверте Напечатали Либо на дискете Да Как бы Коробке Под дискеты Блять Ну Блять Позвони пацанам Урегулируй вопрос По словам По словам Производителя Это где-то На 6-7 Ну блять Это вот Возможно По крепости На 6-7 Но по тяжести Это блять Вся десятка Он очень сильно Дает на горло При этом Ароматика Хорошая Вот Я и говорю Начинает Хорошенько Поддавливать На горло Хотя он уже До конца Не раскурился Я знаю Есть люди Которым Такое дерьмо Нравится Именно Когда ты Куришь Блять Тебя просто Начинает Вытаскивать От тяжести Но не от крепости Блять У меня в этой перчатке Рука вспотела Блять Как будто я в гонду Не обоссался Это чисто Новосибирский табак Потому что Я был в Новосибирске Я охуел Как там люди курят Но это Это пиздец Ребят Блять Ну прекращайте Такую хуйню творить Это блять Фанел 4,25 На фольге Любой табак Блять Это просто Дико тяжело курить Я везде просил Блять Поставьте мне только Три уголечка Блять А дайте щипцы Я сам буду сидеть Блять Создавать свою Зону комфорта Ваша зона комфорта Мне вообще Никуда не упирается В принципе Курица Довольно-таки Хорошо Я не знаю Я не смотрел Санин выпуск Я не смотрел Там чьи-то Другие выпуски Сейчас я полностью Основываюсь На своем мнении Давят по горлу Как бы Да В Москве Возможно Табак тяжело курить Но как я и говорил Что 5 числа Пройдет дегустация 5 апреля Там вы сами Сделайте Выводы И что к чему Говно Не говно Блять Не знаю Мне сейчас пока Сложно о нем Вообще говорить Потому что В Новосибирске Я курил И курился Вон там Блять Хорошо А в Москве Я это не могу курить Ух Хотя сейчас Вроде бы Как бы Привык к нему Да И курица Достаточно Хорошо Так крепенько Прям приятно Но Вы сейчас скажете Что это ебаная реклама Я просто уверен Ну Я его докурю Скорее всего Но Так Что сказать Давайте подведем Просто оценки По табаку Пачка есть Блять Черный гандон Есть Вилка Есть Пачка Есть А Забыл Самое главное Сказать Еще есть Наклейка Да Я ее потерял Сейчас В видео Врежу Есть наклейка На контейнер Это тоже круто Кстати Чтобы ножницами Мы будем выставлять Все вкусы То есть Каждый сам Для себя Сделает Какие-то Выводы Нравится Табак Не нравится Послать его С производителями Нахуй Пускай Гниют В Сибири Да Либо сказать Что табак Нехуевый И восхвалить Этих ребят Дело ваше Да В принципе Все Это табак Хайп Это Дава Дым 5 апреля Дегустация Табака В Мята Лаунж На Пушкинской Страстной Бульвар 11 Я там буду Пока Продолжение следует